Всем доброго времени суток в эфире городского телеканала ЮТВ Афиша. Самая лучшая из культурной жизни нашего города и не только отбирала я Юлия Боровикова. Сегодня в выпуске расскажу вам не только о том, куда можно сходить в нашем городе, но и о новом электронном альбоме Муджуз, документальном фильме о Дэвиде Боуи в новом году и о классической литературе, проверенной веками. Начнем. Российский исполнитель электронной музыки Муджуз проанонсировал выход своего нового альбома под названием Торус. В альбом входит 10 песен, выход его планируется 2 декабря этого года. В альбом вошла песня под названием «Хёрт», что в переводе означает «рана». Также уже снят клип на эту песню, в котором задействованы пейзажи Казахстана. Давайте посмотрим. Роман Литвинов известной публике под псевдонимом Муджуз рассказал, что «Хёрт» — история об изменениях в отношении внутреннего и внешнего. Что-то, что по сути существовало с самого начала, в результате некой ситуации потеряла геометричность и оказалась снаружи. И эта трансформация «Мне представляется невероятно красивой», как сообщает интернет-журнал «Wonder». Видео снято в Казахстане в Большом Алматинском озере. На протяжении всего клипа природные пейзажи становятся всё более сюрреалистичными, в кадре появляются монохромные абстрактные объекты. Повторюсь, что выпуск нового альбома «Муджуз» состоится 2 декабря этого года, а в начале января 2017, уже нового года, состоится премьера документального фильма от телеканала BBC о легендарном, не побоюсь этого слова, Дэвиде Боуи. В последние годы «Жизнь Боуи» выпустил два альбома «The Next Day» и «Black Star», вышедший за два дня до смерти артиста, а также работал над мюзиклом «Лазарь», который сейчас показывают в Лондоне. The Gowden сообщает, что в январе 2017 года BBC планирует выпустить документальный фильм «Дэвид Боуи последние пять лет». Напоминаю, что музыкант умер 10 января этого года, название фильма отсылает к другой документальной ленте от телеканала BBC «Дэвид Боуи. Пять лет», которая вышла в 2013 году. Премьера нового фильма назначена на 8 января, в этот день Боуи исполнилось бы 70 лет. Дамы и господа, Дэвид Боуи! Не отходя от музыкальной темы, хочется проанонсировать свежий выпуск настоящей музыки, которая совсем скоро выйдет в эфире нашего телеканала. В этот раз Алексей Кольт пообщался с чертом. Вот так вот плавно переходим к мероприятиям нашего города. В эту субботу состоится поэтический поединок под названием «Будь человеком». Особенность его заключается в том, что зрители смогут услышать произведения Есенина и Маяковского. В уходе мероприятия ожидается музыкальная пауза и рубрика «Открытый микрофон». Хочу обратить ваше внимание то, что с вас не будут брать никаких денег. На входе вам просто нужно отдать какую-либо книгу для пациентов онкологического диспансера. Мы вдохновились темой благотворительного поэтического турнира и сегодня на нашей книжной полке произведение Владимира Маяковского «Облако в штанах» 1914 года. Кто-то из меня вырвается упрямо! Алло, кто говорит? Мама! История произведения достаточно своеобразна, ведь когда Маяковский начал писать «Облако в штанах», то восхищался он одной женщиной, писал другой, а посвятил вообще третий. «Облако» — это вещь-поражение, привязанная скорее не просто к эпохе, а конкретному возрасту. Каждый молодой поэт, да и в принципе любой молодой человек, проходит через те стадии, которые описаны в «Облаке». Уверенность в своих силах, перволюбовное поражение, непонимание в обществе и многое другое. Владимир Маяковский читал «Облако» до 20-х годов, после чего перестал. Тогда товарищ Катаев попросил Владимира Маяковского озвучить это произведение, так как считал его лучшим. Маяковский ответил ему, цитирую, «Нельзя просить поэта читать старые вещи, а главное не говорите, что мои старые вещи лучше новых». Вернемся к мероприятиям нашего города. 5 декабря нас ждет концерт группы «Магра». Ребята играют этническую музыку, в основе которой лежит русский фольклор. Нас ждет акустическая программа «Солнце низко» 5 декабря, 19.00, Советская, 23. Не пропустите. Вы будете не зрителями спектакля, а участниками настоящего опыта. В эти выходные можно посетить кинотеатры ради картины Ребекки Златовски «Планетарий». Мировая премьера кинолента состоялась 8 сентября 2016 года на Венецианском международном кинофестивале. Фильм рассказывает о двух сестрах, которые обладают по слухам сверхъестественными способностями и умеют общаться с призраками. В Париже они встречают французского продюсера, который желает извлечь для себя выгоду с помощью способностей девушек. Что из этого выйдет, посмотрим в кино. Это была афиша в эфире городского телеканала ЮТВ. Всем желаю хорошего визуала, отличного настроения и классных выходных. С вами была Юлия Боровикова. Увидимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин